Юрий Аманов. На ваших экранах Ладыгина Анастасия, представительница Ленинградской области и априори Винар Мерин, 11 лет. Юрий Аманов. Приятная рысь? Юрий Аманов. Да, такой неплохой конь сам по себе, на самом деле. Я его тоже уже видел в Нижнем Новгороде. И на Евразии, кстати говоря, он здесь был. Очень темпичный, с подведенным задом. Посмотрим, как сегодня она проедет, потому что немного мы снижали ему в Нижнем Новгороде за полупассажную рысь. Юрий Аманов. Я сегодня смотрю, что он более расслабленный, поактивнее двигается. Юрий Аманов. Ну да, он такой темпичный, что у него есть. Чуть-чуть хочется, чуть больше плавности при вниманиях. Юрий Аманов. Вот здесь еще есть важный момент. Юрий Аманов. Да, к сожалению, всадники иногда забывают, что остановка и сразу осаживание, это на самом деле не очень правильно, потому что остановка должна быть зафиксирована. Юрий Аманов. Это касается... Юрий Аманов. Три. Юрий Аманов. Да, это касается любой остановки. И первой, и на выезде остановка должна быть зафиксирована три секунды. Юрий Аманов. Три секунды, это не раз, два, три. Это и раз, и два, и три. И вот это время должно пройти. Юрий Аманов. После этого начинается осаживание, а вот движение вперед осуществляется мгновенно. Юрий Аманов. Ну, может быть, не регулярность, я даже не знаю, может быть, или они что-то увидели. Юрий Аманов. Да, лучшая схема. Не очень было видно. Может быть, садница до буквы Е доехала до буквы Е, да. Скорее всего. Мне кажется, второй раз получше исполнение. И смотрите ровнее пассаж. Хороший проблемуный шаг. Ложь тянется. Хорошая работа плечей. Заступ. Пластичный. К сожалению, потерял лошадь ритм на собранном шагу. Хороший прибавленный шаг. Она собрана. Мы видим, что напрягается спина при сборе. У лошади замедляется зад и теряется ритм. Кстати говоря, еще тоже такой момент, если, может быть, кому-то будет интересно. Так вот, на подъем в пассаж качество шага имеет влияние. Потому что там есть отдельная оценка за подъем в пассаж, за переход в пассаж. И это имеет влияние, потому что оценка за переход с правильного шага, конечно, выше, чем в спинах. Это касается любых переходов из шага не только в рысь, а и в голом то же самое. То есть, если будет некачественный шаг, то даже при хорошем подъеме оценка будет снижена? Да. Несмотря на то, что сниженная оценка за сам шаг? Абсолютно. Какие тонкости и детали? А мы иногда смотрим протоколы и не понимаем. Вот. Вот поэтому я здесь. Спасибо, Юра. У нас практически с вами мастер-класс по судейству. На что вообще всадники редко ходят и редко этим интересуются. К сожалению. Но это на самом деле очень полезно. А тут они будут смотреть свои езды и параллельно смогут узнать много нового и интересного. Немного есть проблемы с контактом. Лошадь открывает рот? Абсолютно. Абсолютно, да. Лошадь открывает рот. Вообще, открытый рот – это проблема, которая наблюдается у многих лошадей. была ошибка на минке в два. В темп. А у многих лошадей… Вообще, это должна быть минков. Да, в темп. Извините, в темп. У многих лошадей в различных возрастных категориях, в различных классах. И, к сожалению, мало внимания всадники обращают, или тренеры обращают на эту проблему. А тем не менее, согласно последним тенденциям, о том, о чем нам говорят на пятизвездочных семинарах, контакт – одна из важнейших ритм, и потом контакт – одна из важнейших составляющих шкалы подготовки-выездки. И очень важна в связи с пристальным вниманием общественности к благополучию лошади. Да, сейчас много внимания действительно уделяется. Очень много внимания уделяется этому, поэтому нарушенный контакт оценивается как грубое обращение с лошадью и штрафуется. То есть, какими балюрами лошадь не обладала, высокую оценку она не должна получать, если открыть рот за элементом. То есть, каждый элемент будет снижаться, да? Да. На сколько балл, два? Ну, нет, могут снизить на полбалла. Два балла – это много. Неровный прыгающий пассаж. Немножко такой вот. Вот сейчас поровней пошел. Но когда перенапрягается спина, то возникает второй удар. Вот на выходе было пару темпов. Как хорошую пассажа. Чуть-чуть уже потерял. И остановка. Ну, вот от старта к старту, я смотрю, просто она все стабильнее и стабильнее выступает. Не все еще получается у этого всадника, но езда в лучшую силу на сегодняшний день. Анастасия Федоровы, судья «Убуква Е». Анастасия Федоровы – что была, например, в В...